Ребята, всем привет! Как вы помните, меня зовут Даша И вы на канале Игольник Дарьи Вот, но сейчас я умер в лютелек Я готовлюсь к трансляции У меня трансляция Ой Я еще болею кашляю и все такое Кипец Вот Да ну Я сейчас заправляю крамку В общем Да, короче Еще кашляю, наверное Я готовлюсь к трансляции Она у меня Значит будет 18.00 А сейчас только 16.12 И до 18.00 у меня еще пару часов Как пару часов, да Но У меня еще есть время Такое, знаете Подготовиться Вот Я встала Последнее время Раньше я просто заправляла Я в последнее время стала заправлять там Чтобы одеяло Не класть Под низ Потому что бывают моменты Когда днем будет все полежать Украшать с одеялом И поэтому Вот как сейчас И поэтому Поэтому Не кладу теперь его вниз Временно Эй, фокусируйся Вот Не расчется Не расчется Прощи Болеем Ну а что делать Как-то так У нас, смотрите Там киска сидит Где сидит кися Ага Вон она Где сидит Ребята Как я готовлюсь к трансляции Это пипец Креплю телефон Сюда С помощью скотча Потому что Эл Повыше Во Потому что Если я сейчас его не закреплю С помощью скотча Он будет в тупую шататься Ну Не только Мне это не надо У меня трансляция Через 4 минуты Видите, мы пытаемся сейчас Учитывая, что у меня все ножки на кухне Ножницы, блин, далеко А это все О Весь поостреночкой А порезать это все надо То мы как бы Ой Ура Ребята Все А другого штатива у меня нету Я пыталась зацепить на вот эту зеленую штучку Но на эту зеленую у меня не получилось Поэтому, ребята Как есть, так есть Начинаем трансляции, ребята Я решила попить чайку с этим Подымала только же елку Потому что вот это вот чудо Свалила елку Стояла я на кухне себе чайок делала Слышим А Санька была тоже там На кухне Слышим грохот Забегаем в комнату Маркиса Эта елка валяется Маркис сверху на ней Пипец Смотрим на ножах А ты какая Сейчас я покажу Ну Валюш Приходи в себя Только кухню Использь зрение Не выпускай Вот И сусом пьем чайок Ребята Я уже собралась готовить ужин Я об этом уже говорила Что я сегодня буду готовить Ааааа Так Миска 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 Короче Миска и фарш А заодно слушаю Всякие Халятки Очень красивые Которые мне очень нравятся И Сон Вот На фон поставлю Чтоб вам было слышно О чём саду Прозрачное светло Стоит наш мирный дом Проходит ангел Белое крыло Мелькает за окном В пещере ослик кушает овёс В яслях лежит Христос Ослёнок носом тянется к нему Звездам глядит во тьму В пещере ослик кушает овёс «Мария держит сына на руках Иосиф бредит чан Вот Ангелы Сказал объступать Сейчас придут свечай ПЕСНЯ 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 Так как он особенный, то я еще сметанки в этот рецепт и, короче, это будет такая, знаете, легенькая подливочка к макароничкам. Так, но сначала я обжариваю отдельно тефтели, потом я их соединю, ребята, с чем? Потом уже после обжарки я сделаю соус и соединю с этим. Я хочу, чтобы они были такие цельные, то сделаю соус. Потом соединю с готовым соусом, с готовчиком. Ну, это так, чисто моя идея, которая пришла ко мне в голову. Так, во-первых, семена кунжута, ребята. Ой, запах! Я могу, кстати, попробовать или просто с семенами кунжута обжаривать. О, просто грязные эти. Печка слегка грязно-латая, но не страшно. И не так, в которой я пользуюсь навсегда. Я заливаю в миску прохладной воды, сейчас объясню зачем. Потому что, когда я заливаю в миску прохладной воды, то... Ага, и муки, да. Когда я заливаю в миску прохладной воды, всегда их скатывать удобно, сваливать. Или как это называется. В общем, вы поняли, о чем я. Сейчас я... Так, и нужно добавить... Чего? Ммм, да. В муку копченой паприки. Это были специи в муку, которые мне очень-очень нравятся. Что еще, скажите, в муку добавить? О! И... Чуть-чуть вот таких специй. Это называется овощная смесь. Подобала, знаете, каким супер вкусненьким. Ну и для цвета еще чуть-чуть куркумы. Во! Офигенка! Офигенненько! Я бы еще добавила чего-то остренького, но... А, кстати, можно перчик и прямо в муку добавить. Черного молотого. Для легкой остроты. Во! Такая у нас смесь получилась. А теперь обязательно присыпать мукой досточку. Ой, фокусируйся. Во! Присыпать досточку мукой, потому что иначе складывать на досточку будет неудобно. Опа! Ох, красота! Просто! Я просто беру, смачиваю руки в нашем тазике с водичкой, в мисочке. Ну, кому что, которую мы поставили. Потому что руки должны быть влажные для фарша. Понимаете? Оп! Делаем вот шар... Ну, фокусируйся. Шарики вот такого вот размерчика. Вот. И... Лучится такая офигенская смеська, типа с овощами. И после каждого смачиваем водичкой тому, что... А как вы хотели? Получилось офигенно вкусненько. И обычно котлеты в руке, если мы делаем котлеты, да, мы их в руке формируем. А здесь мы просто кидаем, но нужны именно шарики. Просто обваливаем в этой смеси. Ребята, как же это вкусно! Фарш, да, со сметанкой, да? Язык проглотить просто можно. И нам не важно, чтобы оно было идеально круглой формы. Главное такое, вы знаете, кругловатый, не кругловатый. Так что, ребята, делаем потихоньку. Ребята, я нашла офигенный способ, как эти шарики делать, упрощая себе просто задачу. Смотрите. Мы берем, ну, чтобы даже чем меньше, тем лучше, да, как говорится. Мы берем, делаем шарик нужного нам размера. Кидаем в миску типа с мукой и с вот этой мукичной смесью. Оп, оп, оп. Фу-ху! Просто трясем, вот вам шарик готовченько. Пожалуйста. Вот. Последние два шарика. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ура! И когда оно уже от панирована в муке, так можно придавать ему вообще любую форму, какой нам хочется, понимаете? Ну что у нас, что руки в муке вот в этой смеси, что эта штука? И все, у меня получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, все, получилось в 12 таких шариков, ребят. А теперь просто включаем плиту, наливаем масло, чтобы оно прогрелось все, знаете. И обжариваем. А то будем делать соски, думаю, всему. Еще, ребята, я вместо лопатки переворачиваю буду вот этой штучкой. Надо смотреть. Оп! Ой, красота! Ребята, красиво! Какой? Необычный вкус. Этого. Один. Какой очень необычный вкус. Еще и с этим. Как это, дрова называется? Дрова, а, скуку мой! Вот. И, опа. Оп! Ой, вкусно! Ребята, ну, мы ставим сразу на минимум, чтобы оно просто доходило. Сейчас порежем мучок, томатики, помидорки. Что мы будем добавлять в это блюдо? Так что, ребята, готовим, но очень вкусно. Я готовлюсь молиться, но бывают моменты, когда я молюсь без молодого человека. И нужно, в принципе, то устремлять свои мысли к Богу, но... Посмотрите, как помолился. Но бывают моменты, когда это реально не получается. Потому что возникает вопрос того, что нужно с молодым человеком там пообщаться и так далее. Поэтому, ребят, буду сейчас молиться. Но всем Божьего благословения. Вот. Ребята, ну я таки помолилась, конечно же, но сейчас я просто занимаюсь... Ой, травы насыпали! И везти завтра надо будет, короче. Сейчас я буду варить вот такие макарошки. Вот такая подливушка у меня получилась. Ммм, кайфы, ребята! Это реальные кайфы. Очень-очень классные ребята. Ребята, молодой человек. Лёша, вы сегодня что-то принес. Давайте сейчас он покажет, что это. И мы раскроем. Ещё мне кто-то укусил, я помазала заживенчиком. Такая хорошая маська. Это не я укусил, честно. Ну да, понятно, что это не ты. Я ж не как это... Я ж на тебя и не наговариваю. Просто понимаешь, у меня были вот Сбермаркет, ребята, о чём я и говорю. У меня были планы попить горячего молока. Так как чая пока нету, который я пью, как бы, да, и который вообще бы я могла выпить. Те вкусы, позаканчивались, которые я пью. Открываю я это самое. Это оказывается ряженка с этим вашим Сбермаркетом. Я думала что-то горяченького попить, но молока не было. Поэтому, ребята, будем ждать Явта. Сбермаркет. Ну, я думаю, что скоро выйдет видео про Сбермаркет, и поэтому... Ещё об этом поговорим о том, как они обманывают людей. Вот. Вот у нас коты уже готовятся ко сну, точнее Марфис спит. А Санька где? А Санька пошла изучать, что там у папы, что папа там делает. Вот. А мы готовимся ко сну, но перед этим я хочу распаковать там что-то. Молодой человек решил принести домой. Мне очень-очень интересно, что же это. Да, а Саньки уже по скакушке начались пока. О, Сбермаркет написал. Простите, пожалуйста, мы не хотели вас расстроить. Мне очень жаль. Отправить вам за 9 рублей на карту, с которой платили за заказ. Деньги поступят на счёт чеченщих рабочих дней. Так может, про все там такая хрень? Я видела, но там все деньги. Знаете, как они поносили? Ты видишь? Сказали про Монаку, я им отправила скриншот этого, и это самое. Может, и написать? Они когда спрашивают ремень завтра, они что-то тут всё сравнят. Они сказали, что они уже отправили деньги, и вернутся они в течение трёх рабочих дней. Они же написали только что, что они уже про молоко отправили. Понимаешь? Что? Действительно, они чуть-чуть уже не отправили, они у тебя попросили подтверждение твоих слов. Получается, что все заказы, которые человек делает, нужно скринить сам заказ, потому что они потом присылают. И более того, понимаешь, нужно не только скринить, но и проверять. Когда курьер привёз, но в этот раз я хотела проверить, я хотела проверить. Но курьер такой начал вот этого ёживаться, типа в плане того, что так, я спешу, нет-нет-нет, так, я убегаю туда-сюда, не давая вообще проверить. И говорю, а чек это самое. А у нас чеков нет, мы чеками не владеем туда-сюда. Потом это самое я говорю, дайте я посмотрю, дайте я это самое. Он оставил пакет и говорит, нет, я побегу, нет, я побегу, нет, я побегу. Не будешь я за ним гнаться и орать, остановитесь, давай проверяем. Там, удерживать его, ещё что-то. Я пыталась, но как бы... Ну как бы... Ну а как ты хотел? Ей же всё же интересно. Ей всё надо знать. Где там что у тебя лежит? Ты что думаешь? У меня каких-то вонялок на своём. О! Я люблю эти вонялки, только знаешь, в каком случае, когда книгу ты читаешь бумажную, вместо закладки её ложить, тогда и книги классно пахнуты. Вот. Календарик на 23-й год. И скидка на 10%. Где? Ну вот, короче, какая-то скидка. Ну, где ещё вонялка? Вонялка для книжек. А это вот то, что мне дали. Ну так подожди, это ванной надо проверять или здесь? Ну, смотри, что это. А что, Ань, а ты мне проинструктируй, скажи. Ну, это мыло. Мыло, мыло. С якобы с солью мёртвого моря и какими-то ароматными маслами. Ароматами чего? Маслами. Ну, с маслами не знаю, но пахнет мандарином. Значит, мандариновый. Масло мандариновой корки какое-нибудь. Почему они так мало положили? Ну, я так понимаю, что они просто режут от большого-большого куска. Нарезают. Ну, это же как бы промо-материал. Угу. Типа промо-акция. Тогда пойдёмте попробуем намылить и посмотреть, потому что я домашнее мыло делала. Я знаю, как оно должно намыливаться. Всё остальное. Поэтому давайте проверим, ребята. Эух. Давайте. Ой, а ты подержишь камеру? А то раньше было удобно с вот этой полочкой. На неё поставил камеру, она была самая удобная. Теперь на эту полочку, если ты ставишь камеру, то меня прям сильно не видно. И снимать с этой полочки неудобно. А с этой было как раз удобно под уровень. Но эта полочка рухнула, и поэтому... Так, а я кусочек отыру, чтобы понамылить. Ну, не все в этим. Потому что все в этим нужно обмануть. Как они тебе ещё красиво подъявили? Ну да. Блин. А может, другим цветом будем её засветить? Это как-то... А где? А вот ты? Вот такое вот у нас зеркало. И вот такая вот подсветка. Ну ладно. Да. О! Ну это идеально. Идеальная расцветка. Так, она на горячей или холодной момент? Я думаю, она на момент. Мне пофиг. Ну, какой водой ты обычно моешь руки? Обычно горячей. Но пахнет мандарином. Так. И когда свежее мыло, ребята, лайфхак. Когда вы делаете мыло своими руками, вы не пугаетесь, если первый раз оно вот так нормально не намылиться. Вы сначала промылили по рукам один раз. А вот теперь показываю. А теперь берете уже кусочек мыла, который вы один раз промылили. И видите, появляется пена. То есть с первого раза у вас пена не появится. Вы должны хотя бы пару минут постоять, понамыливать, и тогда появится пена. Вот. Новый вопрос, как оно там оказалось. О, ребята. А что это? Какие-то трапушки. О, там вся эта полочка, походу. Нет, часть этой полочки были. Так, ребята, я там, кажется, полочку поймала. Осторожно, не порежется. Ну да. Там даже не полочка, но какие-то кавушки. Ну, кусок стекла может быть, конечно. Ну, может быть, но там какие-то кавушки. Ну, не силен, а пальцами трезь. Да я ж это. Я хочу эту кавушку достать. Или у меня не получится так их достать. Нет? Все по-другому. Ребята, я просто давно зачитывала камушку. А вы понимаете, что женщины, пока я не попытаюсь достать, я не успокоюсь? Ты знаешь, но это, на самом деле, не особенно часто встречающиеся свойства у женщин. Ну, лазить пальцами неизвестно куда, чтобы неизвестно что достать. Лук там что-то страшное. Ну, кусочек полочки по уху уши. Не знаю, что это. Да, сюда, ребята, тоже нужно будет купить вот эту штуку прочистить, потому что там волос больше жизни. Я чувствую, почувствовала их ножиком, но это ладно. И фикси ним. Оно какая-то нормальная. На кухне, как всегда, пошел на банда. Но это не страшно. Вот он, этот кусочек из магазина израильской косметики. Чем-то похож на кусок морковки. Но пахнет магазином. Давайте мы теперь попробуем. Видите, а теперь я на полную включила, и она меньше поднимается. Несмотря на то, что у меня жестко заложен нос, но мне кажется, что он пахнет надолго. А ты, поехай. Чем он тебе пахнет? Мандолином? Ну, на мой взгляд, не пахнет бабулгамом. Каким какой-то жвачкой иностранным. Может быть, мандолином. Так что, ребята, вот так вот. И, знаете, ребята, тебе было очень насыщенное. Да ну не делитесь вы, солнышко мое. Солнышко мое, и ты мое солнышко. Короче, на этом я буду свое видео уже заканчивать. Потому что я так же много заснимала. Материалы там, завтра вечером из видео выйдет. Поэтому всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропускать. Не забывайте нажимать колокольчик. Не забывайте лайкать. Не забывайте комментировать. Потому что мне интересны ваши вопросы. Я на них отвечаю с удовольствием. Поэтому, ребята, всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok